всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале я рада поприветствовать моих новых подписчиков я говорила о том что из-за того что мои внутренние энергии меняются мы все в унисон то и очень большое количество новый приток свежей энергии будет на моем канале и это видно это видно по количеству новых подписчиков я это понимаю по вашим комментариям кроме того что я ощущаю вашу энергетику я понимаю это по комментариям у меня прекрасная память и я помню по крайней мере ники тех людей которые пишут комментарии и может казаться да что вот я просто отвечаю вам на ваши комментарии на самом деле для меня это действительно диалог для меня это действительно беседа по душам и а я вижу новые имена и таким образом ну кроме статистики я понимаю что энергия моего канала обновляется и поэтому для новых моих подписчиков во-первых я вас приветствую во-вторых хочу сказать что этот канал направлены на понимание себя да и вспоминание себя поэтому я просто видела новые комментарии новых людей которые привыкли рассматривать каналы и информацию на youtube и дан у моих коллег в контексте совпало не совпало подходит не подходит так вот мой канал не про это мой канал про то что во время раскладов мы наблюдаем за своими состояниями мы наблюдаем со своей реакцией не столь важно насколько расклад совпадает там на 100 на 80 на 70 процентов насколько то что вас зацепило во время расклада это именно тот момент с которым вам нужно будет поработать любая эмоция любое слово любое раздражение либо наоборот радость слезы вся эмоциональная составляющая любая реакция на то что вы услышали либо то что вы узнали это и есть показатель того с чем вам нужно работать поэтому для моих новичков если вы прочитаете комментарии уже те кто со мной давно вы поймете что люди как правило делятся своими историями делятся тем что действительно их зацепило то с чем они работают это вот такая вот небольшая подводка для моих новых подписчиков сегодня я хочу сделать для вас вот такой расклад который я назвала вопросом используем в коучинге да кем вы себя считаете что вы себе думаете потому что я прочитав один комментарий о том что да я люблю когда узнаю что-то о себе думаю сделать побольше наверное раскладов про это да про себя не про проблем на какие-то ситуации а о себе ну по крайней мере сегодня был такой настрой и такое желание так три позиции красный зеленый голубенький камешек первая вторая третья пока вы выбираете колоду у меня здесь уже подготовлены сегодня для тех кто сможет считывать запахи энергетические я зажгла леваду левада успокаивающая я как осень как все животные линяю и поэтому периодически волосы меня щекотят и я это не мешает и так три позиции красный зеленый голубой 1 2 3 надеюсь вы успели кто не успел ставить на паузу тайм-коды есть кому неинтересно подводка да всегда нажимаете на тайк на тайм-коды вы сразу попадаете туда куда нужно ну надеюсь вы уже опытные у меня и так позиция номер один красный камешек кем вы себя считаете всегда смотрим в разрезе момента здесь и сейчас тот момент когда вы смотрите данный расклад не в тот момент когда он записан кем вы себя считаете прекрасные женщины такие знаете достаточно спокойные уравновешенные с огромным багажом опыта и знания уже знаете здесь состояние достаточно спокойно и у вас здесь женщины старше тридцати пяти да ну то есть но если не старше тридцать пяти до где-то так вот потому что я вижу женщины с багажом женщины с опытом женщинами знающие которые уже разбираются во многих вещах такие знаете я не могу сказать назвать у вас уже эмоциональными да что я имею ввиду эмоциональными когда человека легко вывести да и себя здесь вы у меня прослеживаетесь такими которыми но уже может где-то себя контролировать и по меня по понимаете что вот здесь нужно просто помолчать а здесь нету смысла кому-то что-то объяснять здесь знаете вот какое-то вот спокойствие скорее всего такое достаточно гармоничное состояние от хочет сказать от знаний да от понимания себя то есть я понимаю как мне себя вести я понимаю что со мной происходит и исходя вот из этих пониманий и знаний вы выстраиваете свою модель поведения хорошо давайте на картах посмотрим кем вы себя считаете ну великий аркан смерти ну вот то что я и говорила и королева жезлов прям в пору не бери карты рассказывает так и так а аркан смерти аркан смерти это естественная трансформация это аркан перемены аркан когда здесь перемены они ни одного дня ни одного месяца как правило это естественное отмирание чего-то и рождение чего-то нового но это тот момент когда человек уже готовится к этим переменам это не резкие изменения это когда например лето сменяется осенью то есть мы постепенно видим что начинает падать температура до листья постепенно начинают желтеть но если есть такая природа и такие деревья потому что у нас греции нету осени вот но по памяти до вспоминая какая вообще осень здесь вот это вот естественные процессы и здесь вы знаете здесь вы себя считаете таким человеком который накопил опыт и в принципе его жизнь делится на до и после то есть на тот этап когда да это тот момент когда вы взаимодействуете с миром когда вы отдаете что-то узнаете то есть у вас больше активности вовне и здесь ощущение на отдачу там на познание и на отдачу но сейчас такой этап когда вы накопили опыт и теперь вы понимаете что а как я могу для себя пожить да как я могу этот опыт применить уже в контексте себя здесь появляется то что мы говорим именно любовь к себе то есть мы уже понимаем как выстраивать границы мы уже понимаем кому что сказать и как сказать у нас уже есть понимание себя до каких-то своих сильных сторон слабых сторон может быть какие-то уязвимые места то есть вы себя здесь считаете человеком который постоянно меняется да то есть вот ощущение того что вы как будто бы на своем опыте узнаете именно на себе лично не со слов у других людей не из книг не откуда вот а именно на своем опыте познаете жизнь и вот эти вот познания они придают вам некую такую внутреннюю уверенность вы себя считаете достаточно независимой женщины независимо того сколько вы денег получаете здесь не профессор не про финансовое изобилие а скорее всего про духовное восприятие себя да то есть вы понимаете на каких вибрациях вы звучите вы не не серая масса людей это сто процентов и человек который выделяетесь вы человек который может быть как в центре внимания если вам нравится вы уже не то стеснительная девочка которая возможно была раньше либо какие бывают то есть вы прекрасно можете общаться на равных с людьми да то есть у вас уже нету такого страха уже коленки не трясутся когда вам надо кому-то что-то сказать а вот здесь вот уже поэтому я сказала человек достаточно состоит состоявшийся а в плане именно понимание себя вы можете очень мягко добиваться того что вы хотите да иногда вы четко понимаете здесь может быть еще знаете прослеживает какая-то лень но такая вот именно женская мягкая в контексте того что но я в принципе сама этого могу сделать но зачем не делать самой когда кто-то может мне в этом помочь да то есть вы можете добиваться цели с помощью а ну других рук чужих рук да если так можно сказать то есть вы здесь человек у которого есть интуиция да то есть вы ваш взор он уже обращен внутрь не вовне вы не у вас ориентиры не внешне внутренние вы уже ориентируетесь на себя на то что вы хотите но четко понимаете к чему вы идете что вам нужно хотите ли вы быть в паре то есть здесь человек четко знает себя кем еще вы себя считаете вы считаете себя инноватором вы считаете себя человеком свободолюбимым вот здесь вот прям вот это вот веет от вас в поле вот это вот энергия свободы я не хочу никаких ограничений до человек которому нравится путешествие либо бывать каких-то новых местах вам нравится знакомиться с людьми вам нравится общаться с людьми вы не можете вот эти рамки там пришел устам с восьми до четырех вам это уже сложно если вы даже работаете на наемной работе вам это уже сложно уже не так как раньше вас это не так заряжает как если бы вот ощущение знаете свобода действий да я прекрасно понимаю свою ответственность да вы ответственный человек правда иногда можете отплынивать от нее но это опять таки по вашему осознанному выбору да не потому что вы незрелая личность но иногда вам нравится где-то пошалить иногда вам нравится где-то повеселить некий такой авантюризм присутствует но в принципе вы человек достаточно подвижный да это движение может быть как физическое так и ментальное то есть вы не любите рамки вы не любите ограничение вы не любите вот знаете вот это вот тяжесть надо обязана то есть я прекрасно знаю что я должна сделать да мне надо мне об этом напоминать я это сделаю то есть есть такая вот ваша внутренняя ответственность да вы понимаете свои обязанности и вы их прекрасно выполняете но в рамках мышления иногда вы можете выдавать очень оригинальные решения да вам нравится что-то изучать но не так чтобы вот прям углубиться углубиться а так достаточно поверхностно лайтово почему потому что у вас и так знаний много здесь ощущение такое знаете вот как повышение квалификации да то есть квалификация присутствует но периодически я ее обновляю чтобы быть вот как-то в тренде причем сказала про тренд до в одежде а может периодически как-то что-то вот обновляете может быть сейчас у вас период такой дать некого такого обновления чего-то хочется нового такого легкого но при этом не тяжелого и не глобального да то есть не глобальных каких-то перемен кончики подрезать да там чуть-чуть подкрасить цвет волос да что-то изменить в своем гардеробе но не кардинальные перемены они вас уже не то что они страшат они вас тяжелят вы уже устали от этого всего поэтому если мы делаем шаги мелкие такие поступательные потихоньку потихоньку я уже никуда не тороплюсь это вот как прямо здесь вот женщина идет который мне напоминает скарлет у хара да я подумаю об этом завтра да почему что мне себя утруждать в принципе раньше бы вот как ломовая лошадь все думали нет сейчас не а сейчас уже этого нет кем еще вы себя считаете иногда вы начинает во первых вы очень справедливый человек до чувство справедливости чувство долга у вас присутствует человек который понимает а вселенские знакомые я же говорю у вас очень достаточно много знаний но иногда вы как-то впадаете в состояние которое я люблю говорить горе от ума да что-то тяжело мне не стало да и начинаете прокручивать что-то в голове может быть наоборот иногда вы такое ощущение когда вы погружаетесь вглубь себя что-то там анализируете но вот как-то это вас уже не напрягает а вот этот самоанализ углубление в себя здесь вот ощущение того что она как будто бы придает какую-то легкость что ли ну то есть уже в удовольствии да то есть когда надо что-то принять какое-то решение как-то погрузиться в себя это это уже не то что-то вам в напряг а вы уже легко это делаете такое ощущение что здесь есть проторенная какая-то дорожка вы по ней ходите хотя периодически прокручиваете в голове какие-то свои старые сценарии какие-то свои старые программы но в принципе давно по поводу развития иногда может быть циклитесь вот вот так скажу циклитесь по поводу того что может быть еще чего-то не достигли но это вот какой-то знаете у меня идет такая энергия что это как-то временный такой периода заняться как говорится не чем вот просто я иногда буду циклиться вот вот что-то вот в таком состоянии хорошо что вы думаете о себе какая вы что вы думаете о себе ну вот я же говорю вы очень гармоничная по крайней мере вы по двойке кубков до считаете себя человеком который может может поддержать когда это необходимо можете исцелить человека но вот здесь вот знаете прям так хочется сказать само совершенство в контексте именно структуры вашей души вот такие люди они бывают и да у которых есть вот прям вот большой большой путь за спиной до которые уже много чего посмотрели много чего увидели и много чего познали и вот здесь вот ваше отношение к людям она очень сильно изменилась вот если мы говорим по смерти вот здесь вот ваше восприятие мира именно восприятие людей она кардинально изменилась контексте того что вы стали намного терпеливе до более снисходительной но не в контексте того что вы закрываете глаза нет а вы уже более спокойно реагируете на какие-то глупости людей да на какие-то вот может быть ошибки ну не потому что вы устали доказывать а просто вы понимаете уже бессмысленность по справедливости вы понимаете что смысл метать бисер да жалко бисер жалко вот здесь вот такое при этом всегда готовы помочь людям с вами вот вашей а вот здесь такая энергия она такая знаете она не жарко а она такая теплая обволакивающего иногда умиротворенные вот ваши в вашем поле очень хорошо спят дети прям знаете вот такая вот убаюкивающая да мужчинам нравится с вами да вот с вами как-то спокойно это не материнская энергия а это энергия именно а знаете такого успокоения когда человек понимает а зачем мне куда-то бежать зачем мне куда-то торопиться все будет да все вовремя то есть вот такое знаете вот умиротворение некая но не не с тем что вот как-то изменяем состояние убаюкиваем и засыпаем нет здесь не про сон а здесь вот именно про понимание что вы знаете вот замедляются замедляются ритмы и замедляются вот здесь вот ощущение того что за ваша система одна нервная система она как будто познаете расслабляется и вот все начинает работать так как и должно работать да все работает как часики и вот в этом состоянии человек который находится рядом с вами он может слышать себя и отсюда вот это вот умиротворение а влияет на него тем самым что он приходит к пониманию каких-то своих решений у него начинает жить меняться потому что он лучше слышит себя вот вы как-то знаете замедляете эти его ритмы может быть здесь у меня проходит целители с энергией люди которые работают с энергией люди которые работают руками но не не касаясь это не массаж это вот именно взаимодействие с руками вы можете знаете вот если занимаетесь практиками да нагонять какие-то вот чары на людей да то есть очаровывать как-то вот людей до нагонять какую-то иллюзию да вот вы можете создать можете даже создать какую-то атмосферу вот такое ну то есть вам это удается на и вы очень общительные достаточно дружелюбно и до тех пор пока к вам не кто-то не будет ступать с негативом но в принципе к вам не приходят уже люди с негативом почему потому что у вас уже другие энергии качество энергии у вас поменялось ведь эти люди они вас просто не видят ну они к вам не приходят что вы еще думаете о себе вы везунчик вы везунчик вы удачливый человек опять-таки еще одна карта подтверждающая то что вы периодически сами себя накручиваете но здесь знаете почему я скажу здесь такое ощущение что вы достаточно высоких энергии добились да ну развили себя достаточно хорошо прокачали себя достаточно хорошо и вот когда действительно ну вы скучно становится вот вы начинаете что-то себе придумывать да просто потому что ну стало как-то скучно надо что-то сделать вот вы начинаете что-то вспоминать начинаете что-то придумывать вот но в принципе вы считаете себя человеком везунчиком и вы это понимаете тогда когда вы находитесь спокойных состояниях энергии так вам самостоятельно приходят деньги обязательно с работы с разных источников подарки может быть кто-то долги возвращает то есть у вас удача приходит тогда когда вы находитесь именно в тех энергиях которые вам соответствует которые соответствуют вашей вот этого природе которые я описывала да ну вот у меня выпадает сейчас возможный этап такой в котором вы находитесь такое знаете вот умиротворение успокоение причем это не то что вот все тихо я в зоне комфорта такая тишь да гладь нет нет а здесь вот вы находитесь в энергиях таких знаете вот вы кайфуете от себя то есть ну наконец-таки боже я создала себя такой какой я хотела то есть наконец-таки я смотрю на себя и мне нравится то что я вижу да то есть наконец-то мне уже никто не дергает меня уже вот никто не раздражает я уже нахожусь таком спокойном состоянии когда на меня этот вот все дует дело вот и вы уже наслаждайтесь и знаете за вами люди уже наблюдают к вам они уже присматриваются им им хочется так же как и вы достичь а именно вот этого вот состояния наслаждения удовольствия и даже глядя вот я говорю вот ваша энергия вы уже влияете на людей не словом а именно своим состоянием и своей энергии что еще вы думаете о себе вот какая вы женщина вот хочется посмотреть на этой колоде какая вы женщина знаете вот здесь две две вещи может быть все зависит от того на каком этапе вы находитесь либо вы находитесь на том этапе когда вы понимаете что ваши мысли становятся что вы становитесь скорее всего заложником своих собственных мыслей вот когда вы начинаете себя накручивать то есть вы уже отдаете себе отчет в этом да что горе от ума то есть когда вы начинаете что-то думать циклитесь и это не привозит ни к чему хорошему то есть если вы что-то хотите в своей жизни значит вам нужно поменять мышление да вам нужно мыслить иначе да другие мысли прогонять свои голове либо один этап либо вы уже пришли к этому да либо вы идете к этому пониманию сейчас именно осознанию что иногда вы становитесь заложника своих собственных мыслей вопрос был какая вы женщина а вы понимаете что то чем здесь вот прям очень-очень высокие уровень осознанности у вас честно и вы четко понимаете что что чем вы наполнены да вот именно какими состояниями какими энергиями вот то вы к себе и притягиваете то есть вы здесь уже осознаете что вы являетесь ну творцом своей реальности да и поэтому когда у вас что-то не очень-то хорошее бывает в жизни до какой-то негативные вы понимаете что это я это следствие того что я посеяла поэтому ну обижаться на себя толку не да это надо с этим либо поработать либо это пережить то есть у вас здесь уже есть такое ощущение ну да вы вот вы себя видите с человеком дают по девятке пендакли краски самодостаточной на очень созвучно с королевы огня королевы жезлов да то есть человек у которого есть уже опыт человек у которого есть знания здесь знаете я не могу сказать что у вас прям большой такой финансовый достаток но в принципе по вашим ощущениям восприятия вам хватает и вам большего не нужно то есть здесь знаете как получается здесь получается так что вы по жизни по колесу фортуны вы удачница и если вы посчитаете что вам нужны деньги для чего-то вы их находите да а так в принципе общий такой средний такой среднестатистические заработок да и дохода но не потому что вы не заслуживаете чего-то большего а потому что вы считаете пока то есть вы вы как как решите так у вас и будет с финансами но в принципе вы человек самодостаточный который умеет взаимодействовать с природой с миром и вам если что-то нужно вы это берете вы та прекрасная звезда которая наконец-таки в очередной раз говорю о том что ваше состояние вы добились какого-то внутреннего баланса до внутреннего равновесия вы можете видеть мир таким какой он есть то есть если вы захотите вы можете увидеть негативные черты допустим в характере до в человеке его несовершенство а если вы захотите посчитайте вы может вы можете видеть идеал и все совершенство вокруг то есть такое ощущение что вы являетесь некой такой призмой увеличительным стеклом зависимости от вашего состояния настроения вы видите мир в тех или иных красках и при этом вы поступать на работаете на тем чего вы хотите достичь то есть вы уже знаете тот человек который не торопится вот я сказала доходе выпадает королеву жерстов которая в принципе очень активная да здесь ваша активность она не торопливая то есть вы уже знаете вы уже действуете не в материальном плане что в принципе вот надо пойти по работы заработать деньги что-то сделать а здесь у вас манифестация очень хорошо развита то есть вы уже подумали и вы это можете реализовать в мир да вы четко понимаете что такое эго и как она может влиять на вас то есть вы уже эти можете управлять то есть вы даете себе отчет во многих вещах и вы разделяете прекрасно где иллюзия а где реальность да и можете творить то что вы хотите вы уже даже знаете с вы очень хорошо проработали свои страхи можете их даже украшать я бы сказала так ну что о себе любимую можно говорить долго да но вот мы наверное на этом и остановимся это у нас была позиция номер один и красный камешек хорошо мы с вами переходим позиции номер два и зеленому камешку колоду поменяем кем вы себя считаете здесь у меня идут девушки которые по характеру вот такие знаете более спокойно то есть если по первым по позиции были активные но пришли к внутреннему балансу то здесь вы какие-то вот более такие знаете стеснительные дам люди которые себя не выпячивают как правило стараются оставаться больше в тени вам так комфортнее люди которые еще не прокачали полностью себя да вот здесь вот как-то вот у меня идут не то что забитые да вот иногда про вас могут могут подумать что вот вы какой-то вы знаете запуганный как запуганный зайцев какой-то вот забитым не идет картинка человека который вот прячется в угле в углу спрятался чтобы вы никто не видел чтобы вы никто не трогал то здесь вот такое знаете ну не обращайте на меня внимание вот здесь вот такая вот энергия от вас идет почему потому что вам не хочется вам не хуй вы не тот человек который вы ходите на первый план да вы не не лидер по натуре вам просто хочется знаете вот как-то быть вы есть и вот как-то прячься здесь люди очень много дайте погружу погружаются вот что-то читаю до что-то изучают создают какой-то вот свой виртуальный мир в котором проживают вот в нем знаете так надежно вот как в норку да вот я спрятался в норку вот и я в ней сижу вот мне хорошо не надо меня трогать вот вы себя считаете каким-то знаете вот таким зверьком мягким и пушистым вот что-то такое такое знаете приятное что можно погладить по шерстке она как-то вот успокаивает но здесь вы знаете такое ощущение вот что вот за вами хочется заботиться о вас скорее всего хочется заботиться здесь такое ощущение что вы может быть зубами на самом деле да вы не такой простой человек вы можете быть зубами и вы можете если нужно кому и отдать отпор но вот это вот ваша внешняя обманчивость такая что как будто бы вот вы как маленький ребенок да не способны и самостоятельно как-то за собой что ли ну а себе позаботиться вот опеку вот вам как будто бы нужна некая такая пик опека и это это опять-таки образ который вы создаете это не то что внешне так считывается это не то что вы есть на самом деле просто знаете вам вам так удобно вам так выгодно кем кем вы себя считаете еще вы знаете вот я вас вижу что вы очень хорошо как хороший работник такой знаете такой ответственный то есть вам поручили это сделать дело сделать какой-то вы очень ответственно очень серьезно подходите к своей работе и вот здесь ощущение того что отлично жизни у вас не складываются да как-то вот отношения но в профессиональной сфере вот это вот кажется вот ваша вот вы можете себя там проявить да то есть именно не внешне чтобы показать а через свое дело вот вы себя как будто бы проявляете и показываете через свое дело вот вы хорошо его выполняете так знаете добросовестно доброкачественным почему-то мне здесь бухгалтера идут ну я цифры я вижу вас что вот вы как и за какими-то цифрами проектами сидите вот вы вот это ваше да почему-то мир математики это вот цифры это ваше все может быть даже кто-то если и нумеролог он тоже к этой категории относится хорошо давайте все-таки посмотрим кем вы себя считаете на картах вот ну выпало аркану луны я же говорю вот вы создаете вот эту вот иллюзию до а такого беззащитного человека вы себя ноты и именно по луне такой знаете некая такая трусливость но женственность присутствует я не могу сказать что вы такая знаете вот прям ну не ухожая неопрятный нет вот женственность вас присутствует вот в этой энергии вам этой мужской какой-то вот такой энергии не то что не хватает она вам не нужна она лишняя то есть есть дайте когда говорят да прокачай себя если ты вот прям слишком такая мягкая да как говорят прям стать надо добавить активности вам это огненность не нужна это не ваша природа ваша природа вот такой знаете простота спокойствие комфорт уют удобством кормили напоили спать уложили все прекрасно то есть вам не не нужно вам быть именно вот такой вот то активный это не ваша природа вот ваша природа это вода ваша природа это не то что я хочу сказать что вот слезы все такое нет но вот какая-то вы знаете вот такая вот меланхолия периодическая такое знаете вот прям няшка няшные вы такие няшные вот я же говорю вот от вас веет такой энергии хочется вот прям обнять потискать вот прям позаботиться у меня такие вот ощущения по луне проходит страхи до проходят вот эти вот иллюзии где-то вот обман где-то вот неудачная такая женская доля это все проходит это все есть у вас но в то же время вот это вот женская энергия она она вкусная вот если вы умеете ей пользоваться да то вы сможете выстроить отношения так как вы хотите даже вы можете быть и манипулятором в контексте то вот если вы понимаете насколько вы няшные да насколько за вами хочется вот вот это знаете такой бедный безопыт бедный беззащитный зверек да который вот хочется взять домой вот уйдет по улице на котенок вот хочется его взять домой просто потому что он маленький вот он без мамы да но при этом ты не думаешь что потом из этого котенка вырасти да и он может и зубки показать вот вы вот этот вот маленький котенок вот этим вы можете пользоваться если захотите вы считаете себя человеком которым сложно сделать выбор вы прекрасны вы можете хорошо взаимодействовать с природой с миром вот это вот красота эстетика она вам не чужда это вот ваша природа это ваша суть но а здесь вот вам сложно как-то знаете помирить свое сердце и помирить свой ум до постоянное вот это вот метание и от этого краски вот вот это состояние она и выражается в том что я сказала что вот о вас хочется заботиться как будто бы вы самостоятельно не можете что-то сделать просто потому что иногда вам сложно сделать выбор а иногда вам сложно понять и по какому пути идти вот это вот вечная такая проблема до именно определиться вот вам сложно определиться по жизни до что вам сделать кого выбрать и это может быть как в деталях каких-то покупках так и в более каком-то масштабном аспекте но при этом вы и человек который ну во первых вы маложава выглядеть младше своего возраста то есть вам ваш возраст сложно дать вот всегда вот такое вот ощущение до маленьким маленький ребенок в большом теле да вот здесь про это и но здесь очень много у вас красоты внутреннего внутреннего состояния представляете три великих аркана выпало на вас и выпадает императрица вот вы есть вот это вот хитринка вас я же говорю вот вы можете пользоваться своей женской вот этой знаете вот многие стараются как-то прокачивать себе вот эту вот императрицу вот эти вот женские энергии до нравится а а у вас не то что есть вот это вот статусность императрицы но у вас есть вот это вот настоящее то есть вам не надо ничего прокачивать вы уже есть в этот человек которому нравится развиваться в этот человек которому нравится быть на природе но вот все равно присутствует некая такая неуверенность в себе а вот и это связано с тем что вы не можете понять природу свою вы не можете понять цикличность почему у вас какие-то ситуации бывают да случается они как будто бы идут на повторе вот вы свою цикличность вы свою природу не можете понять вы не можете понять почему вот бывают такие моменты когда вы падаете на самое дно почему это случается то есть вот как только вы в себе разберетесь и посмотрите какие этапы вашей жизни были когда вы были наверху и вот колесо закрутилось и она упала вниз что на самом деле это не связано с вами то есть здесь причина понимаете не в том что вы такие там например там что-то неправильно сделали здесь причина заключается именно в цикличности в понимании себя своих циклов да что вот сейчас я на пике а потом я упаду на дир то есть это естественный процесс это не ваши ошибки здесь вы здесь очень много хитрите на самом деле ну вот опять выбор выпадает ваши хитрости связаны как-то либо с материальным миром я имею ввиду с финансами либо с работой сложно вам определиться на сложно вам сделать выбор кем вы бы хотели быть ну заявить о себе вот в социуме при том при всем что самом начале я сказала что это вот намного успешнее эта сфера у вас чем личная а в чем именно хитрость вы не верите в себя как мастера понимаете вам кажется что вы не способны заработать здесь вот именно вопрос самооценки до проскальзывает вы очень терпеливый человек да вы надежный человек опять-таки надежны в контексте того что если вас попросить нет ни не приказать не а вот именно про и пос вас надо просить вам нужно найти к вам подход вот если к вам этот подход найти то вы все прекрасно можете сделать но иногда вы упрямитесь просто потому что вам так хочется и вы не будете вот вы надуваете эти губки не своей я не буду это делать да почему я не знаю почему но я не буду это делать да вот у вас здесь вот такое к вам нужно искать подход а людям это не очень нравится и они поэтому видят они вас не понимают на вот они не понимают вашу природу они не понимают ваши перепады настроения они не понимают то что видите вы и не видят они кем еще вы себя считаете какая прелесть ну вот троечки вы у меня тройки цифра 3 может быть вашей жизни важна может быть 3 числа родились да как говорится бог троицу любит вот тройка у вас как-то играет это ваша цифра она играет какую-то роль для вас потому что здесь императрица и тройки у меня выпадают вот здесь причина заключается кем вы себя видите такой знаете вот у вас ум какой-то суетливый да вы как-то можете думать одновременно об очень многих разных вещах и вроде бы ничего не сделали уже устали почему потому что про это подумали про это продумали ну вот какая-то вот суета бессмысленно вам сложно вам сложно понять себя как-то вы знаете все структурировать это не про вас потому что вы настолько хаотичны но при этом кстати у вас в комнате может быть с первого взгляда когда заходишь хаос вот но это взгляд чужого человека да вот ваш хаос это для вас прямо вот все структурно ну то есть может казаться допустим на рабочем месте да там здесь бумаги здесь бумаги но вот в этом хаосе вы находите все что вам нужно потому что в нем есть ваша структура вот этот вот хаос который вас окружает вовне это ваши мысли которые есть вашей голове но вот в этом хаосе вы четко знаете то что вам нужно то есть вы можете найти это ваш порядок да вот ваш порядок хаос это вот про вас в голове все очень хала хаотично вы такое достаточно тревожный человек да многие из вас может быть мнительные очень реагируйте на слова других людей эмпатичны достаточно да вот но по своей природе вот вы радостный да вот я же говорю вот маленький ребенок в большом теле вы открыты вы открыты по своей натуре но уже в силу опытов да вы уже не всем доверяете вы уже не не тот барашек который бежит ко всем да вы уже выбираете вот но иногда можете прикинуться то есть вот хитринка она у вас есть это возможно ваша резюминка кем вы себя еще считаете да ну вы считаете себя позитивным человеком то есть невзирая на те невзгоды которые вы прошли вы все-таки еще позитивный человек вы еще как-то верите вы достаточно любопытны любознательны любопытны не в минусе а в плюсе любознательны вам интересно знаете вот тема востока в контексте убранства да вот вот эти вот культурные одежда здесь мне идет такое знаете что-то такое ярко-желтым могут как индия да например вот у них вот эти са как не сафари салари что-то такое как-то вот это вот их не одежда и вот эти вот как-то побрякушки может быть вам нравится кстати вот сережки такие украшения такие яркие вот что-то такое яркое что такое солнечное солнцем не идет золото любите не белое желтое и вот здесь вот это вот вас может притягивать вот эти вот какие-то вазы такие стеклянные и ярко такие расписаны вот что-то такое потому что вот это вот солнце это вот отражение да здесь луна и солнце противоположное солнце у луны нету собственного света да и вот вы как-то вам нравятся яркие люди вам нравится у меня это идет время или не идет на вроде вам нравится знаете вот такие это когда у меня здесь темно мне на улице соль солнечно вам нравится вот такие вы знаете теплые люди солнечные которые не похожи на вас вот вся вот это вот экзотика это ваша и вы тянетесь к таким людям необычным очень вам нравится прям не то что вы тянетесь к общению к ним но вы вам нравится наблюдать за этим да вам нравятся песни на причем танцы песни такие активные очень вот я вас вижу больше к востоку не к западу а к востоку хорошо что вы думаете о себе если я не могу понять записывает у меня не записывает время текает записывает так что вы думаете о себе все таки посмотрю проверю так проверила вроде пишет что вы думаете о себе вот вы себя считаете справедливым человеком таким знаете достаточно холодным человек который умеет контролировать свои эмоции на самом деле то что вот я говорила да вам не хватает вот этой вот теплоты которые вы видите в других людях эмоции но вот знаете вот именно внимание любви я бы сказала но вы знаете здесь было бы наивно сказать что вот вы прям хотите чтобы вас гладили как-то вот тактильно прикасались нет вам это не очень-то и приятно будет на самом деле здесь такое ощущение что вы хотите внимание но какого-то дозированно хотите любви ну дозированной но не тот человек который прям с открытыми объятиями да и хотели чтобы вот его обнимали тискали нет но здесь вот как-то знаете какая-то вот здесь вот не хочется сказать у вас идет не то чтобы травма а вот именно с тактильными какими-то ощущениями да вот именно с ярким проявлением эмоции в свою сторону вы не хотите но при этом вам нравится эмоциональное проявление вообще как таковой то есть вам нравится наблюдать смотреть за этим свою сторону чтобы это не было да потому что это вас пугай да это вот вас как-то высвечивает выгорает и это может вас пугать но вы считаете себя достаточно справедливым человеком логическим человеком до который может все подумать я же говорю здесь вот цифры проходит каким-то образом у меня то есть такой математический склад ума у человека теория хаоса не случайно сказала что еще вы думаете о себе ну вот вы себя считаете знаете эмоциональной жадиной на самом деле да и можете действительно быть жадноватой вы не не отдаете не то чтобы не открывать его здесь вот у вас баланс между отдачей и принятия он не нарушен а он знаете здесь как-то вот ваше мнение на этот счет она какой-то не такое вот не то что как у всех здесь вот понимаете здесь карта которая говорит о том что иногда вы пользуетесь и берете намного больше от того что вам нужно здесь ощущение того что в принципе да у вас может быть все достаточно но вот какая-то вот это вот внутренняя ваша травма что ли не чувствуется что вот вы как это знаете может быть деньги откладывайте на черный день вот прям вот что такое на всякий случай у меня есть мне еще на поесть и все такое но я отложу на всякий случай то есть вот какая-то вот такая вот модель а есть одежда но вот я это куплю и отложу то есть я не буду этим пользоваться а вот на всякий случай а вдруг пригодится то есть какое-то такое знаете накопительство ну вот чрезмерное берете больше да больше того что вам нужно может быть в тарелку даже ну вот допустим положили обеда вы знаете что вы столько не съедите но вот это вот не то что глаза жадные а вот это вот ощущение может быть знаете как как прошлых воплощение что ли может быть голодали и вот сейчас вот это вот ощущение того что я положу побольше ну а вдруг я захочу я это съем то есть если я не съем я оставлю вот почему знаете здесь такая картинка идет иду допустим давно я не знаю ресторан или куда-то еще и остался обед а можно мне этот в пакетик и домой отнести но здесь вот какие то вот такие вот ощущения но в принципе вы тот человек которому априори в потенциале все достаточно но вот вы как будто бы этого не не осознаете берете от мира намного больше так сказать это вот у детей есть такое знаете вот стоят здесь мальчик из девочка причем девочка такая с пузиком вот я наезд эту конфетку шоколадные ей мальчик предлагает да это у него она последняя а у вас есть во рту и вы не чуждо забрать его ну то есть у тебя есть еще ну мне ожидают но типа я же не вору и вот вот какой то вот здесь вот такая какая то вот модель либо вы считаете что вам недостаточно да вот если противоположные нам вы считаете что вы человек достаточно справедливый еще расскажу правдивы вы любите правду правда для вас она очень важна да вы не торопливые вы считаете себя вот именно таким медлительным человеком спокойным человеком вот я говорю здесь вот вы считаете себя холодный не хочу спросить а какая вы на самом деле вот эмоционально вы себя считаете холодный на самом деле это ваша маска понимаете на самом деле это ваша маска защита от внешнего мира вот я же говорю вот это что вот вам нравится вот этого солнечные да вот вам может быть нравятся люди с рыжими волосами для вас это либо с веснушками для вас это какая-то экзотика почему потому что вам этого ну внутри не то чтобы даже не хватает а может быть это у вас есть а вы как-то подавляете и не вот вам нехватка идет понимаете нехватка эмоции дача может быть этап сейчас такой периода может смотрим разве здесь и сейчас то есть карта вам говорят о том что не нужно заполнять вот эту вот какую-то внутреннюю пустоту который у вас есть чем попало заполняйте тем что для вас важно потому что здесь проходит какая-то вот у вас утрата и вот эту вот пустота она вам некомфортно вы поэтому хватаетесь за 1 попавшуюся но здесь вот ощущение что вам эмоции не хватает из-за того что вам вы очень чувствительны вы понимаете здесь не то что вам я поясню здесь не то что вам эмоции этих не хватает а вам не хватает их выражение саму они у вас есть да по дракона кубков по королю кубков вы очень эмоциональный человек но вы не умеете их выражать и поэтому вы все это контролируете и вам кажется что вы холодны что вы не эмоционально а здесь просто знаете здесь вещи так суть такая что вам нужно подходящего человека рядом с которым вы бы открылись до вы бы делились с ним своими чувствами состоянием эмоциями тогда бы вы увидели чем вы наполнены а вам кажется что у вас этого нет а у вас это есть и причем есть очень много не может полуны не быть воды не может полуны не быть чувств и плюс силы вот в этом ваша сила только вы эту свою силу не раскрыли вот в чем причина понимаете очень чувствительны вы очень эмоционального умеете любить по-настоящему но либо вам не приходилось либо вас не было вот этого человека которого бы вам хотелось любить это было бы взаимно понимаете чтобы рядом с ним вы раскрылись и ну вот это вот было прямо здесь будет другая противоположность вы можете затопить человека своей залюбить да но вы очень очень эмоционально просто вы себе это не позволяет здесь здесь травма детская здесь сто процентов есть что-то что было связано с травмой вот такие вот у меня двоечки мягкие пушистые зубками так это была вторая позиция мы с вами переходим позиции номер три кем вы себя считаете о какие гордливые ко мне пришли здесь третья позиция девочки такие знаете стройненькие высокие подтянутые как минимум либо наоборот есть такие кругленькие но но прям как я сейчас так кем вы себя считаете час минутку но здесь у меня девочки такие серьезные на по крайней мере такие по тройкам у меня всегда проходит энергия практиков то есть людей которые именно практикуют что-то здесь не интеллектуалы здесь не люди которые работают на наемной работе здесь почему-то мне всегда проходит люди а здесь прямо знаете вот несколько потоков идет да здесь не одна категория людей поэтому я сказала прям высокие стройные такие брюнетки такие горделивые и либо наоборот людям но девушки женщины такие в теле кругленькие невысокие здесь несколько идет потоков очень активные здесь идут девочки прям знаете вижу какую-то вот трассу и вот как фильмов показываю да ускоренная вот это вот дорога и машины туда-сюда туда-сюда ездит и вот вы как будто наблюдаете за тем что происходит вот вы себя считаете такими знаете серьезными мастерами да мастерами своего дела то есть люди которые четко осознают и понимают что они делают как где признать здесь энергия меняется очень такая серьезная энергия то есть если это не про вас просто не смотрите эту позицию почему потому что здесь вот прям идут такие но вы точно очень мощная такая сконцентрированная энергия и уже не первый раз я ее считаю ощущаю вот именно темного такого цвета да не в контексте негатива а в контексте вот ее мощи прям вот такой знаете какой то вот материальная какая-то энергия такая очень сильная земная очень сильная энергия идет лес ладно давайте посмотрим кем вы себя считаете вот сказала материальные десятка пендаклей второй расклад когда у меня выпадает на тройку десятку пендаклей прямо три колода десятка пендаклей выпало но вы себя считаете человеком таким материальным достаточно комфортным стабильным уютным причем человек такой знаете структурный четко важно понимать куда я иду что я иду я не говорю про планирование но вы такие знаете целенаправленные и очень фундаментальные то есть вы основательные люди вы человек на которого можно положиться как это мужик сказал мужик сделал да здесь много такой энергии прям не то чтобы мужской но очень мощь здесь очень сильная такая вы себя считаете человеком состоятельным человеком который может зарабатывать знает как он как можно это сделать возможно у вас ценность семья если бы по крайней мере для себя вот сейчас на данный момент до семья она у вас приоритете вы ее как-то пересматриваете она каким-то боком для вас актуально еще кем вы себя считаете знаете вы находитесь на каком-то переходном таком этапе до человек который вот взвалил на себя очень много обязательства и вот он ждет какого-то результата но здесь у вас такое вот ощущение что вы находитесь на каком-то перелом нам этапе да вот как-то вхождение восхождение скорее не вхождение восхождение в города причем вы несете этот груз груз какой-то это это как-то связано знаете либо с вашей миссии прям узнаете какая-то задача такая масштабная глобальная которую вы на себя взвалили и вы ее несете да метафорично аллегорично еще раз скажу это как будто бы знаете вот как спасатель какой-то миссия который вот что-то должен сделать вот для вас вот то что вы делаете это вот вас так воспринимается очень масштабно глобально и вы несете это знаете то ли ответственность за рот как-то вот я например должна родить наследника потому что передать как-то вот рот вот здесь вот что-то такое знаете понимаете ощущение энергия такие масштабные либо я взвалила на себя этот бизнес потому что он семейный и надо ему взять с нулевых оборотов там до какого-то до каких-то высот вот здесь вот как-то какой-то такой этап и вы ожидаете то есть вы вкладываетесь вы что-то делаете причем делаете терпеливо до смиренно потому что не потому что надо оси и смирение в этом контексте а в контексте принятия принятие вот этой вот своей ножны до ножа ваша причем связано с чем-то новым да то есть вы как будто бы то ли свое дело возрождаете вот что-то то ли дом какой-то знаете возрождается старый ваших предков и вам вот его нужно отремонтировать привести в порядок то ли здесь идет вот что-то новое из старого какой-то вот облагораживание до реставрация чего-то но здесь вы идете в новое здесь нужно понять не то что мы берем какое-то старое да уже отжившие и тащим нет а здесь то какие-то вот ценности основы традиции мы их берем перенимаем здесь как будто бы знаете у кого-то пошло посвящение его и вот взяли вот эту вот ответственность до посвящение и и несете дальше до передавать как будто бы эстафету переняли и несете это не старое отжившие а это усовершенствование то есть знаете вот как естественное продолжение вот как кустафета передана вам было да вы ожидаете какого-то обновления ту жезлов и солнце да что-то новое шестерка мечей вот абсолютно а вы находитесь в ожидании чем интересно я спрашиваю кем вы себя считаете да мне показывать ситуацию которую вы сейчас проживаете возрождение чего-то нового у кого-то здесь материнство беременности ждете рождение ребенка но причем знаете ощущение того что это не простой ребенок а это как будто бы ребенок посланный вам для чего-то либо кто-то хочет этого ребенка либо кто-то хочет здесь создание семьи но не просто семья а именно посланный с небес кем вы себя считаете вот как женщина давайте посмотрим но вы умеющая любить да вы умеющая прям знаете чувствовать вот этот вот аспект аспект а вот понимание любви именно в масштабах да то есть вот когда человек может жертвовать что-то во имя любви но не из-за того что вот он слабый да именно но знаете вот как на картинках в интернетах бывает да тогда мать закрывает собой жертвовать собой ради ребенка да чтобы стрелы допустим не не вонзились ее ребенка да вот она собой закрывает ну то есть здесь понимание осознанное жертвование чего-то да во имя любви либо во имя какого-то дела вот вот здесь вот прям какие-то знаете очень высокие ценности моральные проходят у вас вы человек именно умеющий любить человек который может донести а вот понимание это любви вот в истинном ее свете на очень хорошо можете считывать людей да здесь вот прям щитка психологическая да очень хорошо есть вот здесь психологи хорошие проходят гипнологи да вот здесь вы можете управлять энергию то есть если здесь маги либо видимы но вот именно по любви то есть занимаются вот ритуалами связано с любовью именно там заговаривать воду например но на то чтобы как-то человеку помогло преобразиться да спросит например лишний вес либо наоборот набрать то есть на красоту здесь не про то чтобы приворожить вернулся бывший нет это слишком низменно но это идет на перекор каким-то законам да то есть подавляет свободу выбора вы за это бы не взялись вот вы именно за как-то знаете в какой-то вот милосердие здесь вот такие качества идут ну вы здесь у меня еще проходите как человек который когда-то был на высоте материальном плане сейчас пока не очень хорошо и вот вы и призадумывались нам призадумались как и что как вам быть как уметь удержать то что вы умеете вы человек которого предавали может быть и вы даже предавали вы человек которые знаете хочется сказать что как будто бы вы уже ушли от того этапа когда вы были конфликтами то есть вы уже та женщина которая ну вот не то что избегает этих конфликтов либо острых углов а здесь уже пришло вот это вот пресыщение вот этим всем конкуренциям не нужно вот этим болезненным словам ревности вот эти вот обиды вот это уже все прошло да но здесь ощущение того что вы вот эту вот борьбу словесную интеллектуальную вы ее как будто бы оставляете позади здесь вы как будто бы сконцентрированы больше на принятие вы уходите от потока мечевого до мыслительного и приходите больше к пониманию себя к чувству не да вот вы здесь возврат к своей природе именно чувствование и любви то есть раньше вы были намного жестче и раньше вы были более интеллектуально сейчас вы понимаете что вы уже не готовы наступать себе на горло вы уже не готовы кому-то там что-то угождать что-то делать вы уже как-то вот больше себя любите что ли что еще кто у меня здесь здесь девочки которые просыпаются да здесь вот именно было заморожено ваше сердце утрата и вот здесь вот как будто бы идет какое-то пробуждение я же говорю и рождение вас заново причем именно в огне не мягких таких энергиях а в огненных то есть знаете любовь к жизни интерес азарт какое-то движение здесь вы уже разрушаете какие-то свои иллюзии здесь ощущение того что вот мне идут девушки которые что-то поняли в своей жизни и приняли решение знаете жить для себя вот я буду жить для себя так как я хочу я уже не буду как-то вот угождать что-ли другим здесь вы как будто бы здесь идет примирение с самой собой то есть вы оставили позади вот эти вот обиды на своих прошлых у кого они уже есть мысли об этих прошлых вот эти вот свои раны боли вот это вот все остается позади не только здесь не то что вот вы работали да и вы получили следствие нет а вы просто поняли именно вот быть бессмысленность находиться в этих энергиях и вы как будто бы больше стали себя любите и мысли вас проходит о том что зачем я буду ну энергию зря сливать на это я лучше вот как будто бы займусь собой да займемся делом ощущение того что я выше вот вы как будто бы стали выше вот этих вот энергии напит предательств каких-то вот колких слов вы обрели свою силу понимаете вы уже вот эту вот энергию о которой я говорила да свою вы уже направляете цели на направляет целенаправленно туда куда вам нужно да то есть вы уже не являетесь расходным материалом для кого-то вы уже умеете научились управлять свои силы знаете здесь ощущение того что к вам пришло у вас было не изгрузить какая-то инициация было ощущение того что вот вы осознали осознали свою силу мощи и как будто бы сейчас свою энергию будете использовать по-другому нас четко у вас был пришло понимание того как использовать свои ресурсы четко понимание как вы при минимальных затратах можете получать больше результаты это может быть как профессиональная сфера как личное здоровье неважно любая сфера но все заключается в том что вы прошли вот эту вот инициацию вы открыли в себе какую-то вот эту вот силу не то что вы ее открыли либо вернули а вы пересмотрели и поняли четко что вы делали не так здесь был какой-то вот пересмотр переоценка ценности и у вас как вот озарение произошло глаза открылись и вы поняли что а я больше так не хочу делать мне это не надо это уже не мое и вот от этого понимания у вас пришел прилив энергии кем вы себя еще считаете девочки мы дьявол воплоти очень харизматичны и очень такие знаете вот я же говорю материальные вы гедонистки люди которые умеют наслаждаться этой жизнью да здесь не дьявол не в искушении а здесь дьявол именно в наслаждение вот прям вку вот что-то у вас такое произошло и и вы стали вот прям я не знаю у кого-то может быть вкусовые качества изменились вы вас вот прям потянуло на что-то такое прям гурме да прям на что-то такое вот возвышенная качественная до еда прям вот некое такое превосходство вы себя считаете достаточно красивой но не в плане общепринятой красоты да там стандартов а именно вот какой-то харизмой да вот вы берете харизмы ваша харизма может быть не в чем-то а именно в вашей силе вот вы умеете как-то знаете своей силой управлять вот что-то произошло я не знаю напишите мне пожалуйста троечки что вы делали потому что нет я чувствую что здесь что-то произошло с вашей силой вот что-то вы с ней сделали я не знаю как то ли открыли для себя то ли поняли то ли научились взаимодействовать то ли осознали что то есть ваша и сильно и это связано с властью то есть вам как будто бы дана большая власть то вам дано вот вот это вот ответственность я же говорю вот у меня ощущение что вы несете как это так какую-то ответственность спасателем некая такого миссия который пришел и все изменил и вот у вас вот это вот произошло ваша личная жизнь ну и как будто бы примирили в себе может быть теневую свою сторону и светлую и вот это вот ваша тень вы ее подчинили себе укоротили и тем самым у вас появился вот прилив вот этой вот энергии но вы себя считаете человеком который умеет властвовать да вы можете разрушать вы можете делать все что хотите как творить так и ну сотворять особенно знаете вот в отношениях да вы можете мужчину сделать и с такой же легкостью можете его и разрушить причем без каких-то вот интрижек и все такое вот чисто своей собственной силой что вы думаете о себе вот опять ну на повторе идет шестерка мечей да и верховная жрица что вы думаете но вот вы и думаете то чем вы занимаетесь магите магитецы на своей волшебной энергии да то есть вы берете эти знания преобразовываете их и делаете своим опытом то есть то что вы изучаете вы это прокачивается через себя и получаете результат и вы постоянно идете в новое обновляете вот тем самым аккумулируя свою энергию свою знаю свои знания вы считаете себя достаточно мудрый и вот ну прям 20 аркан да вы не случайный человек вот однозначно вы не та женщина которая будет считать себя в средней массой вы прекрасно понимаете осознаете свою миссию вот здесь вот кто-то открыл свою миссию кто-то открыл свое предназначение чтобы мне не говорили вот вы прям поняли это осознали это дало вот вам приток кто-то может быть наладил канал с высшими силами кто-то работал с уродом кто-то вспомнил свои прошлое воплощение кто-то вспомнил вот как-то свою силу где он ее тратил что вы еще думаете о себе что вы четко проигрывает вы находитесь на своем месте проигрывайте свою роль вот вы здесь переродились в 10 ст процентов произошло какое-то перерождение долгое время же говорю у вас вот как-то вот ожидали ожидали да если это еще не произошло то это произойдет но но в контексте вопроса что вы думаете о себе вот переродить смерть ну понимаете великие арканы выпадают смерть вы либо сейчас находитесь в этих переменах либо последние 2-3 года вы находитесь в эти либо вас ожидают то есть вы выходите в цикл двух-трех лет когда у вас будет прям глобальные масштабные перемены именно в контексте своей структуры вашего внутреннего стержня когда жизнь будет делиться на до и после и вот выпадает еще и башню ну что вам сказать вы работаете со своим эго то есть вот здесь вот ощущение того что вы действительно но не то что подчинили свое а вы поняли как она работает и и научились с ним взаимодействовать то есть вы сняли свою корону прекрасную да вы уже занимаетесь тем делом то есть ощущение того что здесь вы понимаете что не вы посланные да прям там свыше кому-то кого-то там в контексте ага а просто вы становитесь инструментом для ваших сил как проводник как а как некие божественные руки да с помощью которых бог творит а вы являетесь ну просто частью его до через вас все происходит и вы отдаете себе отчет что это не ваши заслуги вот я к чему и говорю а к тому что это заслуги нечто большего здесь вот ощущение того что вот вы как будто бы наладили какой-то канал и вы кайфуете то есть вам сверху дали понимание чем вы будете заниматься в это осознали приняли решение говорю здесь еще раз пошла какая-то инициация какую-то практику вы сделали даже если вы не делали какую-то практику а ну то есть осознанно да с кем-то здесь у вас может быть пришло какое-то вот озарение то есть может быть кто-то сидел где-то в спокойном таком месте к вам пришло понимание до анализ как-то вот картинка всей вашей жизни и вы поняли что делали не так и переосознали и вот какой то вот внутреннее такое знаете пришло к вам не то что умиротворение а вот внутренняя наполненность вот это вот благодать и вы ее ощутили таким образом тоже может быть то есть это тоже инициация что еще вы думаете о себе не я просто не играю больше в эти игры почему потому что вот я вытащил на колоде до 1 2 3 4 5 6 карт 5 великих арканов да но что вы думаете о себе вы прекрасно знаете и на дне иерафан и выпала здесь сила ну я я так не играю да когда карты говорят они говорят то есть великие арканы здесь очень важный этап вашей жизни прошли вы его проходите будете проходить у каждого здесь по-разному будет но аркан не не силы вру обманываю здесь про луну здесь и луна вы проходите аркан и луны и башни разрушение ваших иллюзий да вот я же говорю здесь идет то что вы через женские энергии вы научились ими управлять да вы убираете все иллюзии уже боюсь вытаскивать арканы думаю сейчас великий будет вы считаете что вы тот человек который но с одной стороны может создавать тот образ который вы хотите то есть вы можете выглядеть так как вы хотите хотите красиво да прям соответствовать если вы идете на какую-то очень важную вечеринку либо вы можете одеть там джинсы и футболку и быть рубахой парнем до либо маленькой девочкой ну то есть вы умеете создавать образы вы умеете наводить вот эти вот чары иллюзии да может быть кто-то это и практикует также вы считаете себя человеком достаточно интуитивным очень хорошо причем знаете вот это вот сверхчувствительность да не просто интуиция эмпатия вот сверхчувствительное но не в контексте ранимости вы эти можете управлять да вы можете понимать когда здесь кто-то может даже знаете считывать читать мысли людей на есть такой маленький процент здесь людей которые читают мысли то есть вы можете входить в голову человека можете входить в сны кстати а кто-то это умеет во сны в сны других людей да либо вы делаете но выход из тела да и можете ходить в гости кому-то не повезет этому партнера да если вы за ним будете наблюдать с тонкого плана я сказала я боюсь вытаскивать да император выпал все я больше не вытаскиваю вам девочки арканы потому что эпическая таро говорит великими арканами сегодня прям вот что вы думаете о себе вы ответственный человек и вы человек знаете такой милосердный но при этом вы очень справедливы вы знаете что и кому да да как взаимодействовать вы всегда будете относиться как-то знаете достаточно справедливо к людям но при этом справедливы я имею ввиду ну с пониманием да но если надо кому-то допустим поставить на место вам это не чуждо да то есть вы не то что вот такая мягкая размазня вы четко знаете что вам нужно делать как вам нужно вы умеете убеждать человека конечно же по дьяволу да вы умеете договариваться вы умеете получать то что вы хотите больше я смотреть не буду потому что я боюсь я боюсь тех троечек которые прям расскажите кто вы чем вы занимаетесь мне мне прям интересно не уж страшно иногда становится да то есть энергии на моем канале поменялись новые люди пришли и я смотрю какие сильные мощные люди пришли тем более в троечках у меня уже практики если вы не практик просто не смотрите эту позицию это не ваша здесь прям люди действительно с такой энергии мощный да намного сильнее моей вот я вот прям это точно чувствую что здесь какие-то учителя наставники мощные пришли по третьей позиции рада познакомиться если вы пришли ко мне значит мы притянулись в унисон значит нет не далеко и мое состояние да то есть если вы пришли ко мне иначе скоро я попаду в те энергии я прям жду горюете вот такой вот у нас был расклад сегодня надеюсь он вам понравился так писали в комментариях люблю читать о себе люблю слушать о себе любимый и родной приятно познакомиться с вами через вот такие вот позиции описания карт пишите кто вы что вы напоминаю что на следующей неделе у нас будет пятничная акция присылайте свои заявки на почту в описании к этому видео есть ссылка на пятничные акции посмотрите там все рассказано в ролике кто хочет прийти ко мне на личную консультацию на обучение сначала прочитайте по ссылочке документ мои услуги на внизу есть под этим видео ссылка а потом пишите мне на почту потому что все видят что не по вопросам консультации либо обучение на почту сразу пишут на почту сначала прочитайте вот и если вы вообще хотите понять да то есть но для новичков какие расклады у меня есть и вы не заходили в плейлисты то в описании к любому моему видео есть документ мои расклады заходит туда смотреть какие расклады есть на канале для того чтобы понимать там прям вот все по плейлистам разделена в каком плейлисте вот и подписывайтесь конечно же на мой инстаграм да я планирую проводить это эфиры под настроение конечно же но все равно планирую что они будут немнем мне будет с вами приятно пообщаться и познакомиться а я с вами попрощаюсь до новых раскладов пока пока